Друзья, на канале я слушаю просто серию вопросов и ответов ФАК за номером 38, меня зовут Сергей, опыт разработки более 25 лет, хочу с вами определиться опытом, вызвать вопросы я отвечаю, напоминаю, что можно и лучше всего подписаться на канал, на каналы, есть канал на Дзене, есть канал на Ютубе, есть на Рутубе, в общем даже есть даже в БК, если хотите, напоминаю, что можно использовать мессенджер Телеграм для того, чтобы писать вопросы или на сайте блога моего, ссылка будет в конце, ну и все, давайте переключаться на вопросы и, в общем-то, начинать на сегодня у нас раз, два, три, пять вопросов, поехали! Итак, вопрос номер 165, на сегодня он первый и звучит он следующим образом. Какую шину сообщения лучше всего использовать для микросервисной архитектуры? Ну, друзья, давайте для начала, шина данных, месседж-ю, месседж-брокер это все об одном и том, что, во всяком случае, эти люди, с которыми я общался, они имеют в виду именно это. Если говорить про шину данных, то их существует огромное количество, у каждой есть плюсы, минусы, привязка к платформе, протоколу использования, в конце концов, архитектура, на которой они реализованы, они все разные и существуют для разных целей, ну иначе бы их не придумали. И для того, чтобы вам отправлять и получать какие-то сообщения вашей микросервисной архитектуры, а именно Эхим занимается брокер, вам нужно определить, какие функциональные требования вы хотите реализовать. То есть, в зависимости от того, какую задачу вы поставили в вашей микросервисной архитектуре для вашей системы, вам и нужно делать выбор определенного шины данных. То есть, они все разные, они все делают все по-разному. Это с точки зрения, видимо, банальной эрудиции, которая, собственно говоря, гласит, что так или иначе они туда-сюда пинают сообщение, но реализация у них разная. От этого будет, собственно говоря, ваш выбор. Мой же выбор связан с тем, что шина данных как таковая, она в концепции, думаю, древний дизайн, имеет очень маленькое значение, или даже вообще никакого значения не имеет. Потому что, думаю, древний дизайн гласит о том, что что куда-то прилетело, неважно каким транспортом. Так вот, если говорить про мой выбор, опять же, то я скажу, что мой выбор это RabbitMQ. И почему, возможно, станет потом понятнее и не просто это RabbitMQ, а именно плюс масс-транзит. Все-таки масс-транзит это надстройка, которая, собственно говоря, может натираться на RabbitMQ и другие очереди сообщений. Но суть сводится к тому, что масс-транзит это абстракция от некой реализации. Теоретически перейти с RabbitMQ на другую надстройку мне ничего не стоит. Я просто использую C-шарп. В C-шарп использую масс-транзит. А масс-транзит знает, куда подключиться и пнуть какое-то сообщение на другом сервисе, я получу это сообщение стерилизованное, то есть в виде объекта. То есть мне не нужно это дестерилизовать или каким-то образом хитрым манипулировать с этими сообщениями, которые обычно приходят в виде строк. Другими словами, получается, что используя эту прокладку в хорошем смысле в виде масс-транзита и очередью сообщений в виде RabbitMQ, то мне проще абстрагироваться от механизмов передачи сообщений и реализовать более, наверное, сосредоточенно вот эту бизнес-логику на основе domain driven design, когда что-то куда-то улетело и куда. То есть, грубо говоря, вот как Entity Framework использует базы данных, как помойку, простите за мой французский, то есть туда что-то положил, туда что-то взял, а вся находится в бизнес-логике, зашита через использование этого Entity Framework. То есть ОРМ знает, куда что положить, а провайдеры могут быть разные. Так и масс-транзит является какой-то вот абстракцией на очередь сообщений, которая может быть разной. И эта самая абстракция позволяет более сосредоточиться, наверное, или более дисциплинированно относиться к DDD, которая является закрытой концепцией от баз данных и от, собственно говоря, UI, и в том числе от очереди сообщений. Ну, давайте переходим к следующему вопросу. Вопрос номер 166, он на сегодня второй. Какую базу данных выбрать для хранения данных? А, какую базу выбрать для хранения данных? MongoDB или Postgres? Ну, друзья, вопрос на самом деле очень интересный, и ответ на него тоже, думаю, получится интересный. Ну, во-первых, смотрите, MongoDB очень быстрая. Она быстрее, чем Postgres, а Postgres она реляционная. Ну, это как в том анекдоте, когда молодой человек подходит красивой девушке, говорит, а ваши глаза как выходные. Она в шоке на него смотрит. В смысле? Ну, их тоже два. Ну, вот если сравнивать Mongo и Postgres, они как выходные, их тоже два. То есть их нельзя сравнивать, они для разного нужны. Теоретически вы можете построить ваше приложение и на Mongo, и на Postgres. Ну, все зависит от того, какой функционал вы хотите делать. Более того, я знаю, что в некоторых проектах я видел, собственно говоря, используя обоих, обеих, наверное, баз данных, и Postgres, как реляционную, которые запросы, агрегации, какие-то там, хранения, колдата, ходдата, так и MongoDB, которая использовалась для сбора информации, потому что она очень быстрая. Ну, собственно говоря, и на Mongo можно построить какое-то приложение, и на Postgres, собственно, можно. Все зависит от того, какой функционал вы будете писать и для чего вам это нужно. Если говорить о концепции Domain Driven Design, опять же повторюсь про это, то такого понятия, как база данных в DDD их просто не существует. Это Domain Driven Design, абстракция от базы, от UI, как я уже говорил, и абстракция в виде ORMA, например. Ну, например, Entity Framework Course с этим провайдером, которым переподключением какого-либо провайдера можно и в Postgres вкладывать, и в MS-SQL, и в MySQL, неважно. То есть, грубо говоря, такой посредник, если хотите. Вот, поэтому ответить, какую вам взять базу данных, на самом деле, приложение бывает разное, у них разный функционал, разная зона ответственности перед пользователем, если хотите. Я обычно использую Microsoft Express, потому что возможностей его хватает, особенно в концепции микросервисной архитектуры, когда не одна большая на 100 миллионов гигабайт, а на каждом сервисе своя база данных Microsoft Express, у которой ограничения на размер. Ну, каждому сервису, если их 10 сделать с MS-SQL, то как раз будет большая база. Ну, в общем, это, как бы, дело и выбор каждого. Еще раз, MongoDB, она быстрая, у нее есть свои архитектурные особенности, хранение в том числе данных, ну, там, трисон, и все такое. Postgres – это реляции, это связи, это таблицы, это по-другому. И если говорить основными, опять же, повторюсь, параметрами, которые определяет, это Mongo очень быстрая, но Postgres, она реляционная. Ну, и на самом деле, тут нужно еще сказать следующее. Когда вы выберете ту или иную базу данных, надо понимать, что внутри баз данных некоторых уже реализованы какие-то вопросы синхронизации, репликации, там, поддержки инфраструктуры, балансировщики. И в одних базах это встроено, другими вам придется заниматься, ну, или нанимать, или звать девопсов, которые будут заниматься этим. Нужно это понимать, что выбрать любую базу можно положить, а вот поддерживать ее потом, собственно говоря, придется вам, как разработчику, или, собственно говоря, сисадмином, или девопсом по-модному, если сказать, то, в общем, нужно посмотреть и в эту сторону тоже. Вопрос номер 167. Возможно ли с Кавка работать через Масс Транзит? Какие есть аналоги и лучшие практики для реализации? Ну, во-первых, смотрите, Масс Транзит на официальном сайте поддерживает только 5, с недавнего времени, а, 6 уже, с недавнего времени, видимо, появилась GRPC, то есть в списке Кавки нету, и вот почему. На самом деле Кавка, она не совсем очередь, если уж прямо быть совсем до консенсы, честно. Внутри Кавки реализован, так сказать, журнал, да, наверное, будет правильно сказать. Ну, там механизм такой очень... Давайте для следующего слайда дойдем, и я попытаюсь объяснить. Итак, вопрос номер 168. Расскажите о Best Practice при работе с Кавкой. Ну, еще раз, Кавка это не совсем очередь. Это журнал сообщений, например, в отличие от Revit MQ. Это говорит об архитектуре. У них разные принципы работы. Нельзя их путать или даже сравнивать. Из-за того, что у них разная производительность, Кавка очень быстрая, очень быстрая. Рэббит чуть медленнее, но, опять же, это не критерий и не показатель того, что у Кавки очень мелкие сообщения, типа K-Value, а у Рэббита там Transaction Data идет. Давайте покажу на этой картинке. Итак, если сравнивать Кавку, например, и Рэббита, если уж говорить про Кавку, то очередь сообщений, то есть Message Ordering, это у Кавки работает немножко по-другому. Он обеспечивает упорядочение сообщений благодаря его секционированию. В Revit MQ это, в принципе, не поддерживается. Если говорить про Lifetime, то Кавка является журналом, и она всегда сохраняет сообщения по умолчанию. Ну, с одной стороны, да, это можно управлять политикой, Рэббит работает по-другому. После получения какого-то сообщения, как это, продюсер, нет, продюсер производит, подписчикам, то эти сообщения удаляются из очереди, и Рэббит их не хранит. В этом тоже есть некоторый принцип использовать. Delivery Garanties, то есть гарантии доставки. Кавка сохраняет гарантию только внутри раздела. То есть, ну, если не вдаваться в подробности, то пакет сообщений, который приходит в Кавку, если он завершается разбоем, то приходит отмена, а если нет, то проходит. То есть, если говорить про Revit MQ, то она, то есть она система, да, шина данных, она вообще не гарантирует атомальность по отношению к транзации. Это тоже идет такая архитектурная особенность. Ну, и если говорить про приоритеты сообщений, то в Кавке их тоже нету, в принципе. Они не поддерживаются, потому что, ну, журнал и журнал, что льется, то льется, в каком момент прилетело, то и прилетело. А в Рэббите это можно настраивать с использованием там высокого приоритета или более низкого приоритета. Вот эти вот, наверное, основные, если так можно выразиться, параметры, которые нужно учитывать, что вы возьмете в использовании. Ну, и если говорить еще про более детальный вариант, надо понимать, что Кавка это Operational Data, Revit MQ, Transactional Data. Что такое Operational Data? Это логирование, это стримы, ну, то есть вот то, что работают. Как это? Ну, логирование, наверное, самый простой вариант объяснения, для чего нужна Кавка. Когда со всех разных сервисов слетается в одну Кавку мелких много сообщений и вот в один журнал. И так можно отслеживать там какие-то истории, допустим, Trace ID, какой-то искать. Очень удобно. А Revit MQ это Transactional Data, то есть это данные для бизнес-операций. Это немножко большего размера обычно, более чувствительно, допустим, к пользователям в том смысле, что пользователи, которые будут смотреть вот это Transactional Data, они не будут его, вернее, смотреть, будут смотреть сервисы. Если Operation Data, он в основном для просмотров, то есть если логик кто-то будет смотреть, то Transactional Data это как раз сообщение в виде транзакций, в виде бизнес-правил, бизнес-процессов, которые дают указания другим сервисам работать определенным образом. Ну, и надо сказать, что Кавка очень быстро, до 2 миллионов операций в секунду. Опять же, зависит от того, какого размера. Но обычно это K-value, какое-то небольшое сообщение. В Transactional Data большего объема сообщения чаще это идет как, допустим, по PSAP-паттерн, то есть одно сообщение расходится нескольким, но чаще всего. Ну и, соответственно, объемы будут другие, скорости будут другие. Ну и еще очень важный фактор. Кавка построена по принципу Pull-Base, то есть она стягивает сообщение, а Рэббит работает по Push-Base, то есть он толкает сообщение своим консумерам. В общем, внимательно относитесь к тому. Сравливать Кавку и Рэббит, это, на мой взгляд, совсем некорректно. Ну, хотя, на самом деле, говорят, Кавка быстрее, будем пользоваться Кавка, когда находит... Ну, ладно, поехали. И вопрос у нас 169-й, это у нас 5-й на сегодня. Какой ОБД лучше использовать для хранения документов, файлов? Ну, с высоты своего опыта могу сказать, что никакую. Лучше хранение файлов доверить файловой системе, а в программе реализовать обработку этих файлов. Почему? Ну, давайте предположим, что вы хотите хранить, допустим, картинки. С одной стороны... Ну, давайте картинки, да, пусть будут картинки, или, допустим, документ Word. В Word-овские документы можно теоретически как бинарную дату запихнуть в базу данных, но посмотрите в ту сторону, что вам придется как-то редактировать этот документ. То есть вам нужно загрузить из базы бинарные данные, превратить их в файл, отдать в пользу. Если, допустим, это сайт, отдать пользователю, загрузить, он поредактировал, нажал сохранить. Это на самом деле не совсем корректно по принципу того, что очень много нюансов, когда может сломаться передача, не сохраниться, не отправиться, и здесь много кровообойных камней. С точки зрения банальной эрудиции, хранить лучше, если про Word-овские данные, то именно Word-овские данные, то есть сам текст, его лучше запихнуть в базу. Если говорить про картинки, то представьте, что картинку нужно сначала достать из базы данных, а потом ее сериализовать, ну, не сериализовать, но трансформировать в реальный файл, ну, или в бинарную дату, которую потом нужно подсунуть, допустим, сайту, который отобразит это как картинку. Допустим, вы занимаетесь разметкой и хотите в предпросмотре, ну, там, не в RealTime, когда уже работает приложение, а, допустим, Visual Studio, вас не получится предсмотреть эту картинку. То есть, на самом деле, хранить документы, хранить файлы в базе данных, это, ну, на мой взгляд, ну, смотрите, опять же, да, а для чего придумали вот эти файловые хранилища, для картинок, CDN, так называемый, да, когда JS-файл или картинки складывают на специальные сайты, а так как их часто используют, они закэшируются и специальным образом браузерами обрабатываются, то есть, если уже была загрузка, там, то, а если это будет лежать в базе данных, это будет большая нагрузка на базу данных, потому что она будет нести ответственность, за которую не должна, собственно говоря, отвечать. Согласен, что бывают и файлы разные, например, какие-нибудь архивные документы, которые нужно просто максимально утрамбовать в базе и потом, блядь, через 50-70 открыть, посмотреть. Ну, это, на самом деле, очень специфичный подход, и я, вот, основательно рекомендую очень сильно подумать, перед тем, как в базе данных хранить какие-то документы или файлы. Обычно люди, которые, разработчики, пользуются возможностями операционных систем, которые умеют хорошо работать с папками и файлами, и фильтровать, и сортировать, и в отче, так называемый, подключать на изменения, ну, то есть, в отчеры, которые смотрят на файл. Это очень удобно, это просто легко реализуется, на самом деле, даже в C-шарпе, ну, вернее, в C-шарпе это очень легко реализуется, даже в других языках есть такие реализации. Я бы не рекомендовал это складывать, ну, в общем-то, в базу данных. Так, ну и на этом, друзья, я думаю, что я ответил на ваши вопросы. Напоминаю, что вы можете задавать в блоге через форму обратной связи ваши новые вопросы, или приходить к нам в Телеграм-канал. Я напоминаю, что у нас есть несколько каналов, в частности, скоро основным станет zen.ru колобонга на ютубе. Ну, тут пока тоже буду выкладывать, но что-то как-то мало перспектив в том развитии. На рутубе, ну, я пока выкладываю, но оставляет желать лучшего сервиса, поэтому, ну, имейте в виду, что он тоже есть. Ну, и если вдруг вы захотите что-то как-то поблагодарить, вот вам три ссылки на выбор, какую хотите, так вот подписывайтесь. Помощь бы не помешала. В общем, вам всего доброго и пишите правильный код. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!